Еще один вариант левого прямого – это нанесение такого удара на отходе, либо навстречу. Например, противник начинает свою атаку с левой руки. В этом случае наносим удар левой прямой и одновременно шагаем левой ногой в сторону, разворачиваем корпус и смещаясь с линии атаки противника. Второй вариант. Если противник бьет справа, я встречаю его левым прямым, отшагивая левой ногой назад, четко фиксируя и выпрямляя свою левую руку. В этом случае вам нужно поймать такой момент, когда противник только-только начал выносить свою правую руку и развернул корпус как бы фронтально к вам, соответственно, открывает свой подбородок. В этот момент он наиболее открыт и нужно успеть в этот момент его встретить левым прямым. Еще я бы хотел уделить внимание защитному действию после левого прямого. Конечно, самое распространенное, самое простое – это после удара вернуться в исходное положение, то есть как бы отшагнув назад, либо отпрыгнув назад. Но, если же вы нанесли акцентированный удар, переместившись вперед на двух ногах и уже не успеваете вернуться в исходное положение назад, необходимо сделать уклон влево и закрутить влево, тем самым уйти с линии атаки. Какие ошибки при нанесении удара левой прямой? Самая распространенная ошибка, которую я вижу у занимающихся – это неконтролируемое движение задней ноги влево, момент нанесения удара, так называемый занос задней ноги. При такой ситуации вы не сможете быстро уйти от ответного удара, не сможете защититься, плюс вы перемещаетесь под сильнейшую руку вашего противника, если он правша, конечно, и имеете шанс пропустить именно справа, потому как так делать, в общем, не нужно. Вторая ошибка – это большой перенос веса тела на переднюю ногу и отрыв от пола задней ноги. Ну, это, конечно, такая ошибка начального уровня у новичков, но все равно нужно за этим следить, чтобы такого не допускать. В данной ситуации вы также не сможете просто быстро защититься от ответного удара и теряете равновесие, и не сможете, соответственно, дальше развить свою атаку, там, серию пробить или там еще какой-то удар провести. Третья ошибка – это толкающее движение, то есть не удар, а толчок. Нужно стараться именно бить, отрабатывать удар, а не толчок. Четвертая ошибка – это удар с замахом. В данном случае ваша рука идет как бы замахиваясь, и вы, соответственно, раскрываете свои намерения. Ваш противник это просто вовремя заметит и, соответственно, сможет защититься. Опытный спортсмен никогда не пропустит такой удар с замахом. Пятая ошибка – это нанесение без включения ноги либо корпуса. Здесь просто теряется эффективность такого удара. Удар будет слабый. Еще одна ошибка – это несжатый при ударе кулак. Также теряется акцент такого удара. Я рекомендую работать, кстати, бой с теньюн с небольшими гантельками. При этом кулак в момент нанесения удара всегда будет сжат, чтобы гантелька не вылетела из рук. Седьмая ошибка – это когда идет движение при ударе сначала руки, а потом ставится нога, либо наоборот. Нужно это делать одновременно, иначе теряется, опять же, акцент, не включается весь тело в удар. То есть, как ставим ногу и одновременно у нас кулак касается цели. Исправлять эти ошибки можно, как раз работая бой с тенью, на мешке и так далее. Необходимо самостоятельно контролировать свои движения и оттачивать, доводить до автоматизма. На сегодня все. Желаю удачных тренировок. Всем пока.